Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной сессии текущей недели, когда мы традиционно утром собираемся для того, чтобы оценить новостной фон, фундамент, ключевые события и посмотреть, собственно, как они отрабатывались в динамике ключевых финансовых инструментов. Центральное рыночное событие, которое продолжают все обсуждать, за которым все следят, это торговое противостояние между ключевым экспортером и ключевым импортером, между ведущими экономиками мира, США и Китая. И если попробовать отследить хронологию этих событий, скажем так, взаимных тарифных барьеров, которые вводятся по переменам, то действительно эта активность как из рога изобильнее сыплется, то угрозы, сопоставимые по масштабам ответные действия, новый пакет тарифных, собственно, барьеров и опять как по кольцевому замкнутому кругу, США увеличивают вот эти рестрикции и так далее. Мы слышим основу о возможности проявления таких же действий параллельно еще и со стороны Китая. За этим новостным фоном нам придется следить еще какое-то время, но если в целом охватить тенденции, которые сложились большую часть, кстати, вчерашнего дня, мы наблюдали, как трейдеры бежали из рисковых инструментов, делали больше акцент на защитные инструменты. Мы видели, как сыпался фондовый рынок, но под конец дня ситуация изменилась. И те из вас, кто торгует, к примеру, фондовыми активами, индексами, неважно, США, Европа, либо прочие регионы, потому что тема все-таки центровая, могли заметить, что рост был внушительным. По сути, мы перекрыли все снижение, которое наблюдалось. И, конечно же, просто даже логически рассуждая, можно было прийти к выводу о том, что вот этот интерес к фондовым инструментам, он мог базироваться только на одном – на каких-то сообщениях, которые касаются вот этого торгового противостояния и сообщениях позитивного толка и, собственно, влияния. Действительно, есть определенные сдвиги положительного характера, я о них скажу, но это еще не тот фундамент, скажем, за который нужно непримерно цепляться и верить то, что, скажем, самое плохое, рисков развязывания полноценной торговой войны, все это уже нет. Вероятности все-таки негативного исхода еще присутствует, и мы, в принципе, изначально, торгуя сейчас любым инструментом, должны подразумевать и иметь в виду наличие вот этих рисков. Обо всем давайте, как и всегда, подробнее и по порядку. Собственно, нефтянка – это традиционный инструмент. Мы начинаем каждый брифинг с оценки того, что происходит на рынке черного золота. В частности, нефтянка большую часть тоже дня снижала вчерашнего. Я уже было поверил, что мы совсем близки к 65 долларам за баррель, но, собственно, в очередной раз попался на ловушку, собственно, избыточных ожиданий, потому что котировки так и не достигнут по этому уровню, восстановились. И, собственно, класс был выше 68, сейчас котировка 68,29. Причина, по которой все-таки цены на нефть развернулись, это реакция на правительственный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. Вот, собственно, запасы на прошлой неделе снизились на 4,6 миллиона. Прогноз предполагал увеличение запасов на 1 миллион. И, в частности, отвечая на вопрос, с чем могла быть связана такая динамика по запасу, можно отметить, что, скорее всего, мы работаем с эффектом склачения, когда увеличилась загрузка производственных мощностей и сократились показатели импорта. Но это разовое, собственно, явление, друзья, не нужно сейчас полагаться на то, что мы можем действительно через какое-то время работать уже с тенденцией сокращения запасов, еще пока что рано. И, в целом, у нас сохраняется тренд приростов. Также снизились и запасы бензина, в целом, всех дистиллянтов и нефтепродуктов. Чтобы далеко не отходить от правительственного отчета по запасам, хочу отметить, что параллельно вышла еще и статистика по объему нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 27 тысяч баррелей до 10.46. То есть я поздравляю вас с тем, друзья, что в Штатах был зафиксирован очередной исторический максимум. Это рекордный показатель добычи, который тут же для тех, кто торгует нефтянкой на долгосрок, то есть это новостной фонд, который можно использовать для того, чтобы все-таки смириться с неизбежностью снижения цен на нефть, потому что чем больше сейчас нефти добывается в Штатах, тем, скорее всего, меньше будет поддержка у Саудовской Аравии на юниской встрече по, опять же, посвященной вопросу и тематике энергетического факта, то есть глобального сокращения производства. И риски отдельных ближневосточных стран я уже неоднократно вам подчеркивал, отмечал, то, что многие страны готовы поднять вопрос о том, чтобы сделку не то, чтобы продлевать до конца, скажем, уже 2019 года, а то, чтобы ее свернуть, даже не дожидаясь окончания 2018 года. Вчера мы с вами говорили также о России, которая словесно поддерживает пакт, однако оценка общих показателей добычи уже позволила нам признать тот факт, что Россия превысила лимиты, которые были определены ей в соответствии с энергетическим пактом. В общем, нефти по-прежнему добывается очень много, это то, что мы ставим на одну чашу весов, на другой чашу весов у нас энергетический пакт, чья эффективность снижается. Поэтому сейчас можно говорить о том, как на нефтянку будет влиять перспектива вот этого торгового конфликта. Судя по всему, нефть, может быть, если не напрямую, то, по крайней мере, опоследовательно, скажем, через общее восприятие трейдеров угрозой и отношение к риску. Нефть – это традиционный рисковый инструмент, поэтому когда на рынке явно негативит, мы видим серьезную распродажу. Когда появляются маломайские позитивы, то спрос на нефть увеличивается. Но глобально, друзья, этот новостной фон очень похож на такие факторы шума, то есть это те факторы, которые не могут лечь в основу мощной тенденции. Поэтому как волатильность с рынка, собственно, этот новостной фон уйдет, и мы просто вернемся к нашим с вами причинам, которые мы использовали раньше для продажи. Я верю в то, что цены на нефть могут обросеть еще сильнее. Собственно, у нас завтра еще Baker Hughes, количество нефтяных терминалов, и, возможно, этот отсчет сможет поддержать нашу с вами короткую позицию. Для тех, кто еще не торгует нефтью, можно рассмотреть возможность продать через отложку селлимита с уровня 68,50. Но ближайший ориентир, ближайшая цель, которую лично я признаюсь, хотел бы уже достигнуть еще пару недель назад, это 65 долларов за баррель. Но пока рынок не может избавиться от этого форс-мажорного влияния фона, связанного с противостоянием Китая и США, которое продолжается. Доллар японская иена на текущий момент котировки, которые мы наблюдаем, находится на отметке 106,92. Мы практически смогли подкупить доллар, то есть иены с локальных минимумов, которые были сфиксированы сейчас, находимся в длинных позициях и стараемся подловить этот инструмент повыше. Верим в доллар, потому что понимаем, что у доллара, может быть, в отличие от многих других активов, есть еще на что сейчас полагаться. И мы фактически приближаемся с вами к Non-Farm Pails. Это статистика по американскому рынку труда, отчет, который будет влюблен завтра. Репетиция по EDP прошла очень хорошо, превзошли мы ожидания по динамичному приросту количества новых рабочих мест. Я думаю, что официальные данные Non-Farm Pails тоже могут показать схожее значение. Как и всегда, большую ставку я делаю на динамику роста заработных плат, и там в целом тоже ожидания неплохие. Говоря про доллар, японскую и иену, вы наверняка могли заметить то, что для американца против иены не все складывалось радужно, к примеру, на тесте вчерашних торгов. Почему? Потому что рынок обсуждал те действия и обмен вот этих тарифных ограничений, которые явно прослеживались со стороны Китая и США. То есть все началось по хронологии, если говорить о Китае, точнее США, которые три недели назад подписали меморандум о вводе импортных арифов на сталь и алюминий. Собственно, многие страны были избавлены от этого времени, но не Китай. Соответственно, Китай разозлился, несмотря на то, что на повестке еще был вопрос о больших ограничениях со стороны США, поскольку мы до конца этой недели, собственно, ждали, что Соединенные Штаты Америки подготовят еще документы, где будет перечень из большого количества товаров, большого количества единиц наименований в общем денежном эквиваленте на 50 миллиардов долларов. И это тоже те товары, в отношении которых будут действовать эти импортные пошлины. Мы ждали, собственно, решения об этом в пятницу, но поскольку Китай проявил такую активность буквально, когда все рынки находились на пасхальных выходных и праздниках, Китай все-таки кумеками над этим документом, мы приняли решение в воскресенье о том, что нужно установить тоже пакет товаров, в отношении которых будут действовать уже пошлины и импортные арифы со стороны Китая. Соответственно, в понедельник мы об этом узнали, долго в США в нашу информацию не стали и не дожидаясь пятницы, буквально некоторое время назад уже выкатили ответные меры, то есть утвердили тот пакет товаров на 50 миллиардов долларов. Китай тот же отреагировал. В принципе, мы помним не то чтобы угрозы, а комментарии, что если Штаты все-таки будут действовать в прежнем ключе, устанавливая вот эти ограничения, то Китай тоже может осмотреть возможности и в том числе дойти до фактического решения о импортных тарифах на сопоставимые цифры. То есть, если раньше мы говорили об ограничениях на сумму 3-5 миллиарда долларов, то сейчас речь идет уже о 106 товарах, самолеты, автомобили, которые в целом, если мы попробуем оценить в долларной эквиваленте, могут быть действительно полноценным, полномасштабным и сопоставимым ответом для США. Для рынка каждый раз, когда на рынке появлялись вот эти новости, вроде бы как насыщенная активность, но она была умещена фактически в несколько торговых сессий. Конечно же, фондовым рынкам было полезно, болезней всего. Мы видели спрос на защитные инструменты, потому что все тут же проецировали это в подтверждение начала полноценной торговой войны и дисконтировали это на риски, которые могут возникнуть и иметь место быть для глобальной экономики. Но сразу хочу, скажем, смягчить настроение, да и в целом не мне удалось это сделать, а Соединенным Штатам Америки, которые вчера и развернули фондовые рынки и позволили вырасти еще больше долларов. За что спасибо, потому что доллар отыграл довольно много опунтов своего защитного оппонента. Я надеюсь, что восходящее движение будет продолжено. Собственно, что подстегнуло интерес к рисковым активам с комментарий Трампа, можно сказать, заявления о том, что США не ведет торговые войны с Китаем. США просто обозначило проблему, которая действительно есть. Это проблема с торговым дефицитом, которая, как вы знаете, составляет 500 миллиардов долларов. США обозначили проблему кражи интеллектуальной собственности на 300 миллиардов и приняли нормальные меры, которые, возможно, я признаюсь, это единственное, что можно было сделать для того, чтобы проявить проактивность в цели решения проблематики, связанной с дефицитом торгового баланса. Но, собственно, это не торговая война. Более того, как отметил сам Трамп, США и Китай сейчас продолжают переговоры. И на вопрос о том, вот эти тарифные барьеры и импортные опошли, которые уже приняли и утверждены, это конечное решение. Собственно, что Трамп, что его советник по торговле Ларри Кудлоу отметили, что это решение возвратное. То есть, если в случае переговоры будут конструктивными и Китай и США смогут договориться по регулированию экспортных неимпортных статей, то есть по сокращению, опять же, прежде всего для США дефицита торгового баланса, то тогда, может быть, большая часть вот этих ограничений, которые вступили в силу, которые обрушили финансовые рынки, будут отменены. Рынок вдохновился этими комментариями, друзья, и в частности, фондовой секции практически удалось отыграть в США большую часть потерь, которые мы вот понесли в последнее время. Однако, чтобы далеко не отходить от фондового рынка, я сразу хочу сказать, друзья, то, что у нас цель с вами по СНП 2,5 тысячи фунтов, и ничего не изменилось, потому что торговая война – это был лишь еще один фактор, по причине которого лично я не верил в хорошее будущее для не только американского фондового рынка, можно даже сказать про капитализацию всех мировых фондовых рынков. Но в отношении, опять же, фондового рынка США, который будем считать является общим барометром, основным барометром рыночных настроений, действуют и другие риски. Это кризис долларовой ликвидности, который может наступить и, скажем так, разразиться в самое ближайшее время на фоне тех действий, которые сейчас предпринимаются в РС, по сокращению баланса, на фоне снижения объема программы количественного смягчения со стороны НИЦБ, на фоне Банка Японии, который пока лишь обозначил продакотомность примкнуть к регуляторам по более жесткой политике, но еще не примкнул. Мы понимаем, что у нас явно меняется реальность, и рынок давно привык уже к тому, чтобы купаться в деньгах. Избыток ликвидности – это то, что характеризовало все финансовые рынки последние много лет. Сейчас экономические условия могут создать и привести к потрясениям, которым, возможно, мировая экономика еще не готова. И если попробовать раскрутить дальше этот маховик, то есть катализаторы, которые усиливают ток ликвидности, с рынков – это тот же самый денежный регулятор Минфин США, который активно размещает облигации, просто без прецедентных объемов только за последние два месяца. Облигация была размещена на 400 миллиардов долларов, и все это осуществляется на фоне позиции ФРС по росту процентных ставок. Безусловно, для фондовых рынков оценка всех рисков того, к чему это может привести, это мощный фундамент для того, чтобы мы начали говорить о последнем снижении S&P, NASDAQ и Dow, не просто как о коррекциях, а возможно о смене тренда, который может завести всю секцию гораздо ниже. Поэтому, друзья, я считаю, что мы работаем с этим фундаментом сейчас и должны видеть в нем системность для дальнейшего ослабления. И лично я подчеркиваю цели по S&P, держу короткую позицию и, наверное, не успокоюсь, пока этот индекс не доберется до поддержки в 2,5 тысячи пунктов. Вернемся теперь к доллару японской иене, потому что рост доллара, который мы наблюдали под закрытием торговой сессии, он был еще основан на сильной статистике DP. 241 тысяча новых рабочих мест, друзья, это гораздо выше прогноза. Соответственно, готовимся, как я уже отметил, к менее мини-сильным данным по Non-Farm Clarence. Индекс активности в секторе услуг 58,8 с 59,5, то есть мы существенно по-прежнему выше отметки 50. Значит, говорим о восстановлении сектора, который генерирует довольно высокий показатель вклада в общую динамику экономического роста. И производственные заказы 1,2 с плюсом, разумеется, против прошлого спада на 1,3. Остается только завтрашний Non-Farm Clarence, если эта статистика не расчарует, возможно, мы впервые за долгое время получим возможность в дуэте пары доллар-японская и иена уже претендовать на тестирование и закрепление выше 108 иен против доллара. Европейская валюта против американца на росте доллара евро просел. Европейская валюта еще оказалась под давлением слабых данных по инфляции. Прежде всего, на что нужно было обратить внимание, это на базовую инфляцию, которая против прогноза 1,1 оказалась на значении в одну единицу. В целом, я считаю, что на фоне столь слабых цифр по базовой инфляции меркнет позитив с общим приростом годового показателя 1,4, несмотря на то, что это произошло даже впервые за последние 4 месяца. И если у нас явные проблемы с базовой инфляцией, которая, как вы помните, не учитывает цены на продовольствие, цены на инердоносители, то тогда мы говорим о проблемах с активностью потребителей. Это самое важное, на что сейчас нужно делать ставку, потому что тот же самый основной показатель инфляции вырос только потому, что за последние несколько месяцев очень неплохо подогрели интерес к нефтянке. Но мы говорили уже о нефтянке и говорили о том, что рост вряд ли будет продолжен. Поэтому ситуация изменится и общий показатель инфляции будет лишь отражать вот эти тенденции, которые, на мой взгляд, являются уже довольно очевидными. По евро, друзья, я думаю, что можно присоединяться также к коротким позициям через атошку с LIMIT 1.23.15. Мы также, собственно, уже продали евро. Пока есть все-таки уверенность в том, что фармпейлс не подведет, мы верим в сильный доллар и надеемся, что в купе еще и с изменениями монетарной политики, точнее отсутствием этих изменений в будущем, собственно, евро будет испытывать прессинг еще и довольно крепкого доллара. Фунт против американца. Сегодня ждем сферу услуг. Напоминаю, что три сектора мы оценим всегда производство, строительство сферу услуг. Сферу услуг – это основной сектор экономики, который генерирует более 80% роста. Собственно, в 11.30 по московскому времени выйдет эта статистика. Смотрим на цифры и ждем, собственно, роста британца, на который мы с вами рассчитывали. Сейчас котировки по фунту 1.4079. Британская валюта вчера вроде бы как просела до отметки 1.4013, но быстро восстановилась. Сдержимся мы пока выше отметки 1.40. И я рекомендую держать длинные позиции. Для тех, кто, собственно, еще не в сделке, можно в расчете на небольшую коррекцию попробовать подобрать пару с уровнем 1.4040. По остальным валютам инструментов без изменений австралийцы мы активно обсуждали в ходе вчерашнего брифинга. Я считаю, что после тестирования, собственно, сопротивления 0.77 у нас шансы на снижение возросли. Сейчас котировки сопоставимы и ждем пару, как и раньше, сначала на отметке 0.75, потом 0.70. По доллару канадцу вчера на фоне слабости нефти доллар канадец, как валютная пара, очень неплохо росла. Но из-за того, что нефтянка растеряла все преимущества дневное, канадец воспользовался ситуацией и, собственно, укрепил свои позиции против доллара. Сегодня, кстати, в 15.30 по московскому времени выйдут данные по торговому балансу Канады. И я советую обратить внимание на показатели экспорта, которым будут заложены, собственно, компоненты поставок нефтянки. И, безусловно, поставок на территорию США. Уверен в том, что показатель снова просел. И если эти предположения будут оправданы, в целом снизятся и показатели экспорта, и торговый баланс. Также уже будет не так уж и хорошо биться с показателями, которые мы видели несколько месяцев назад. Поэтому доллар канадец, как и раньше, сохраняем длинную позицию и ждем пару в районе 1.30. И по новозеландцу хочу лишь обозначить комментарий от Барклайса, которые считают после тщательного фундаментального анализа, который они провели, что по всем показателям новозеландский доллар сейчас перекуплен примерно на 7-8%. По другим словам, более справедливыми котировками для пары новозеландского доллара сейчас являются уровни 0.70, друзья. Это, напоминаю, и есть наша с вами цель. Из событий сегодня ждем в 11.30 сфера услуг Англии, в 15.30 часто еженедельная статистика по заявкам на пособие в обезработице. Еще один отчет, non-farm fairness, отчет по рынку труда. Ждем, как и всегда, сильные цифры. В 15.30 торговый баланс канад, о котором мы только что поговорили. Хорошие и прибыльные, удачные торговые сессии. Если есть вопросы, комментарии, вы можете оставлять их на нашем канале на YouTube, с большим удовольствием отвечу. Увидимся мы с вами, соответственно, завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, для того, чтобы оценить новостной фон. И еще раз, возможно, более тщательно подготовиться к Admon Farm Pels, который обязательно станет настоящей фундаментальной бомбой для всех финансовых инструментов на закрытии этой недели. На этом все. Всего доброго. До свидания.